Самая крутая тема, это заманить всех в биткоин по экстремально высокой цене и обрушить ее нахрен обратно к сотням тысяч долларов. Поехали. Привет, чуваки, вы на канале CryptoCommons. Я сегодня вообще не собирался выпускать видос, но не могу себе этого позволить, когда мы видим, что эфир пробил отметку 600 долларов и уже был даже выше, вот примерно на 610 побабит, сейчас откатился на 599, но тем не менее мы видим конкретнейший альт-сезон, в то время как биток у нас флэтит, можно сказать, в последнее время, с тех пор, как добрался до 19 тысяч. И я вам так скажу, я по себе просто сужу, я люблю смотреть на Poloniex в разделе Margin, вот здесь, я на этой бирже торговал еще в 2016 году, когда многие из вас про биткоин даже не знали ни хрена. И для меня вот это хороший индикатор, что вся вот это табло с альтами, которые в марже, что оно все зеленое. Когда оно красное долго, как оно было две недели подряд, как бы по теории вероятности становится понятно, что оно скоро будет зеленое. И это мы смотрим здесь альткоины к биткоину. Мне просто удобен этот интерфейс, я к нему привык. И здесь мы видим, что Ripple поднялся на 25% за сегодня к биткоину. 3000 сатоши уже почти он стоит, вот. Вот. Эфир на 10, лайткоин. Короче говоря, альтсезон в полном разгаре. И что тут скажешь? Да, реально альтсезон. И несмотря на то, что все индикаторы перегреты, RSI перегреты, индекс страха и жадности перегреты, о чем мы с вами уже много раз говорили, но тем не менее мы-то находимся с вами в зарождении нового буллмаркета по модели Stock to Flow. Мы идем с вами на новые, новые вершины. Поэтому все эти индикаторы могут вообще нахрен быть посланы, поскольку мы идем переписывать all-time high по битку. Конечно же, мы должны быть готовы к тому, что случится коррекция на 30-40%, но это будет резкая коррекция, которую нужно будет откупать. Не такая, как здесь, которая послужила сигналом на даунтренд, а наоборот. Вот эти 20 тысяч – это уже просто… Блин, я реально читаю все чаты, везде никто не верит. Все думают, что эти 20 тысяч – это потолок, и сейчас опять всех наебут, и мы пойдем вниз и скам. Это не так, чуваки, просто учите матчасть, кто только внедавно вошел, кто уже привык шортить. Вас всех поимеют, это 100%. Вот эти 20 тысяч – это уже новые… Где они там были? Я вам каждое видео это показываю. Новые тысячи долларов, которые вот там были, мы их сейчас не видим просто. Вон. Видите, вот это все был точно такой же дикий медвежий и бычий рынок. Потом это все стала прямая линия, видите? Вон у нас там был исторический максимум. Вот, был предыдущий исторический пик. Видите, все то же самое. Потом мы к нему подходили, все говорили, ну все, биткоин – это скам, какая тысяча долларов нахрен. И после этого мы просто выстрелили на 20 тысяч долларов. Поэтому не вздумайте шортить против тренда. Если вы видите хорошую просадку, покупайте ее, так сильно не плечуйте, аккуратненько ходляте. Вот. Собственно, что я хотел сказать. Все просили DaVinci J15 и я перевел его, правда не для нашего канала, а для канала The Moon.ru, на который обязательно, если вы вдруг еще не подписаны, подпишитесь, потому что это канал Carlos The Moon, который официально наша коллаборация с ним, где я делаю переводы каждый день на его видео. Посмотрите сейчас отрывок из этого замечательного интервью DaVinci и полное видео вы можете посмотреть на канале The Moon.ru. Ты ведь прошел уже через все эти циклы. Ты видел пузыри, как сдувались и надувались, все халвинги. Как ты думаешь, какой следующий цикл будет? Какая следующая вершина и следующий медвежий рынок? Каким ты его видишь? Да, слушай, я видел уже много бычих и медвежьих циклов на биткоине. Я помню, как биткоин набрал с 1 доллара до 32 долларов, и я как раз купил на вершине. Я тогда не знал, как трейдить. Но я сильно не запарился, и я уверен, что все, кто смотрит это видео, сейчас очень хотели бы купить биткоин за 32 доллара, правильно? И потом я видел, как он упал обратно на 2 доллара, и я там тоже прикупил, естественно, немного. Потом я видел, как он с 2 долларов пошел на 1300, потом обратно на 200, потом опять на 20 тысяч. Так что я думаю, в этот раз мы можем подняться, знаешь, беря во внимание всю природу вещей, то, что происходит сейчас с нашей финансовой системой и правительством Соединенных Штатов. Я думаю, в этот раз мы можем подняться до отметки в 1,2 миллиона долларов. Поскольку я верю, что если бы я был правительством Соединенных Штатов и хотел бы сломать эту тему, ну, как мы только что говорили, всех заботит только цена. И самая крутая тема – это заманить всех в биткоин по экстремально высокой цене и обрушить ее нахрен обратно к сотням тысяч долларов. Так что 1,2 миллиона, падающие до 100 тысяч, и они там останутся. И там же и остаться на какое-то время, на ближайшие, там, 8 лет, может быть, и тусоваться в районе 100 тысяч долларов, если, конечно, они догонят его до миллиона. И это может быть их план, они могут реально так сделать. Итак, 1,2 миллиона, да. А какой таймфрейм, как ты думаешь? Я думаю, 2022 год, или даже конец 2021 года. Может быть, первый квартал 2022. Серьезно? Да ладно, это еще более бычий прогноз, чем у меня. Да, это супер бычий прогноз. Это экстремально бычий прогноз. Да, я знаю, каким будет название этого видео, чувак. Точняк. Но реально я верю, что 1,2 миллиона случится. Но мое мнение – это практически неизбежно когда-либо. С нашим монетарным печатным станком. Возможно, это займет, конечно, дольше, но в целом, да, абсолютно точно. Хороший прогноз, интересно от тебя его слышать. И я знаю, также многие люди, может быть, удивляются, потому что ты уже здесь гораздо больше, чем я, и чем многие. Ты видел все стадии зарождения биткоина. И, очевидно, люди спекулируют, кто такой Сатоши Накамото. И я знаю даже, что некоторые люди спекулируют, что ты, может быть, Сатоши Накамото. Во-первых, ответь, пожалуйста, на этот вопрос. Ты или Сатоши Накамото? Нет, это не я. Я бы мог, конечно, им быть, поскольку, да, я хотел тоже создать такую сеть, но я сдался очень быстро. Я не должен был этого делать, поскольку... Да, есть некоторые вещи, есть некоторые стечения обстоятельств, которые говорят о том, что ты бы мог. Даже если бы я был Сатоши Накамото, я бы никогда... Ой, сейчас, подождите, у нас тут самолет летит. Подождем, пока самолет пролетит и продолжим. Видишь, походу, все-таки он Сатоши, раз такой, на самолет переключился. Так и так, если бы я все-таки был Сатоши Накамото, я бы, во-первых, никогда вам не сказал, что я он, точно. И я бы стер бы все ключи, которые мог. Потому что это было бы просто тупо слишком опасно для банковской системы и для всего показать всем, что ты Сатоши. И я не думаю, что он объявится, поскольку метод шифрования, который он выбрал, и рандомайзер, который он выбрал для шифрования, он был нестандартный. Нестандартный рандомайзер. И люди спрашивали все время, почему он использовал такой метод шифрования, доказательства ключей. И фишка в том, что рандомайзер, который он выбрал, был тот, который агентство национальной безопасности не сможет сломать. Потому что он знал, что они не смогут сломать шифрования публичным и приватным ключом, которые используются в биткоине или в любом, и во многих еще шифрованиях в интернете. Поскольку агентство национальной безопасности, если захотят прохакать твой банк, банковский счет, или аккаунт в гугле, или еще что-то, они могут. Они могут видеть то, что вы отправляете в интернете, если захотят. То есть ты предполагаешь, что Сатоши Накамото мог работать на агентстве национальной безопасности? Да, я думаю, что он мог бы работать там, потому что ты не можешь настолько быть удачным, чтобы выбрать один рандомайзер в шифровании, который как раз, собственно, который единственно они не могут расшифровать. Ты думаешь, он был частью этого агентства, или он работал на них, а потом ушел и создал биткоин, независимо от них уже? То есть это не их разработка, а он создал, уйдя, независимо от них? Да, скорее всего, я думаю так. Я думаю, он увидел там что-то страшное, и решил сделать что-то с этим. Типа как Сноуден, просто у него был свой путь к решению этой проблемы. Очень интересно, слушай, это та область, в которой я не имею таких больших познаний, как ты, потому что ты действительно программист. Кстати говоря, как и Сатоши Накамото. Но я не он. Да, да, да. Но мы тебя раскусили. Но это прикольно, потому что ты сказал мне, что ты действительно пробовал построить биткоин. Ты пробовал построить цифровые деньги, спрограммировать свою сеть. То есть до биткоина ты уже работал над этим. И это может быть очень интересно для тебя было увидеть white paper, и то, что запустилась такая сеть, над которой ты работал. Можешь поделиться с нами своими чувствами, своими переживаниями, когда ты прочитал white paper биткоина, белую бумагу биткоина? Ну, когда я закончил читать white paper биткоина, я подумал, «О боже, это может работать, это будет работать». И это были мои первые мысли. То есть я подумал, да ладно, нужно прочитать исходный код и заценить, реально ли все это так. И это такая крутая идея, неужели она может реально работать. И когда я это увидел, понял, осознал все, и это было шокирующе. Это был шок. И я подумал, да ладно, вот наконец-то у нас теперь есть что-то, что поможет нам выжить и пережить эту страшную банковскую систему. Что-то, что может сберечь ваши деньги и ваше богатство, и будет всегда расти. Даже когда все будут пользоваться этим, оно все равно будет расти. Знаешь почему? Потому что население будет продолжать расти и увеличиваться, а количество биткоинов всегда будет медленно уменьшаться, поскольку есть и будут еще люди, которые будут терять свои биткоины. И количество биткоинов, которые существуют в обращении, будут все время уменьшаться, плавно, медленно, но уменьшаться. И при этом люди, количество людей будет увеличиваться. И я знаю, многие скажут, это может быть проблемой в будущем, но реально мы сможем выжить даже имея один биткоин, поскольку это цифровой актив, что означает, что мы можем разделить его на сколько угодно частей. Мы можем сделать очень-очень маленькие части биткоина. Так что не надо тут, как вот это вот говорят все эти правительства, банки, все, кто любит кредиты, ипотеки и долги, говорят, у нас не хватает денег, нам недостаточно денег. Да, и поэтому они прибегают к печатанию денег. Но это неправда. На самом деле всегда достаточно денег до тех пор, пока ты не идешь в кредит. Ну вот, а так что? Вчера выложил, наконец-то, видеообзор по бирже DUDEX, как торговать чейнлинком с абсолютно нулевыми комиссиями. Вот он на канале. Обязательно посмотрите его, лайкните, напишите комментарий, зацените, потому что старался, и действительно крутая биржа, сам на ней скальплю. В общем, буду скоро возвращаться к вам в виде лайвстримов, видимо, скальпить этой волатильностью. С DUDEX у нас партнерка, по которой вы получаете дополнительные бонусы на свой счет, прочитайте в описании вот этого видео, переключитесь на него, посмотрите его сейчас, как торговать с нулевыми комиссиями и какие там дополнительные бонусы. Ну и вот, и также не забывайте про Bybit и FEMIX. И да, кстати, FEMIX запустили тоже огромные депозитные бонусы, еще больше, чем у Bybit. Замечательная биржа FEMIX. Вот я делал обзор на их полезную функцию Breaket Order, новая фича. И депозитные бонусы до 600 с чем-то долларов. Вся информация будет в описании, я ее закреплю. Ознакомьтесь, даже если вы уже зарегистрированы на FEMIX по нашей ссылке, просто никаких промокодов, просто внесите необходимые депозиты, получите бонус. Если вы еще не зарегистрированы на FEMIX по нашей ссылке, то сделайте это скорее, потому что биржа офигительная. Ну давайте попробуем сделать небольшой теханализ по всем монетам. Ну что, смотрите, видите, биток-то уже перебивает all-time high практически. Да, капитализация уже переписала all-time high. Но эфир к доллару, смотрим, еще даже близко не подошел к all-time high по уровню в 600 долларов. Еще больше, чем 2x оттуда. И, кстати, точно следует по параболе, которую я до этого рисовал в прошлом обзоре. Смотрите, эфир к битку, вообще еще более недокупленная ситуация. Посмотрите, тут очень хороший потенциал для восходящего движения. И на самом деле, вот, мы можем спокойно еще улететь здесь просто в космос. И тут то же самое будет по всем альтам, ребят. Смотрите, лайток к доллару, та же канитель, вышли из треугольника. Кстати, лайткоин очень по быче смотрится к доллару. Лайток к биткоину, то же самое, еще даже не вышли из треугольника. Посмотрите, здесь очень хороший апсайд потенциал. Биткоин кэш к доллару, та же самая хрень. Ребята, сегодня по всем монетам будет одинаковый теханализ. Биткоин кэш к битку, та же самая история. То, что альты еще сильнее просели, чем в прошлом моем обзоре, это не значит, что надо менять свою траекторию. Вот, посмотрите, вам дают нереальные скидки. Рипл к доллару, рипл уже пошел. Вот мы видим, рипл уже пошел. Но если рипл пойдет так, как он обычно ходит, то там вот еще запас ходу. Потому что, смотрите, обратите внимание, как рипл сходил в 2017. Вот этот раз он сходил до уровней 25 тысяч сатоши. И вот этот. Это два разных раза, чтобы вы понимали. И в первый вот этот памп биткоин стоил 1000 долларов. А во второй раз, когда он сходил туда же на 25 тысяч сатоши, биткоин уже стоил 20000 долларов. Поэтому врубайтесь, да, он дал тут еще 20 иксов. Не люблю я, правда, рипл. А даш, посмотрите, обратите внимание на даш к USD. Даш вообще находится на супер all-time лаях. Видите, он даже еще не на трендовой, которую я рисовал. То есть он как минимум на нее вернется. А это уже 2 икса отсюда даже больше. А так он ее пробьет и улетит в космос. Это, блин, 20 иксов. И даш к биткоину та же самая ситуация. Смотрите, просто исторические минимумы бьет цена к биткоину. Мы на этих уровнях, где он сейчас вот опускался, ниже 500 тысяч сатоши, мы торговались в последний раз в 2014 году. Вот, с тех пор мы были выше все время. В 2014 году, врубитесь, guys. Так что тут потенциал дороста невероятно крутейший. В общем, все эти стопудовые альткоины, я тупо сегодня рисую вам стрелки вверх, но вы можете вот такие уровни себе обозначить, чисто чтобы выйти на них, снять тейк профиты частями. Ну, как бы, плечи сбросить там, это понятно. И эфир ETC, вот тоже я тарю по полной, потому что ETC – это настоящий эфир, в отличие от эфира. ETC – это как BTC, если ETH – это как BCH. Если не понимаете почему, погуглите историю создания эфира классика. Вот, он тоже на all-time-лаях, и по нему там есть уже разворотные хорошие формации на мелких таймфреймах, если вы посмотрите. Потенциал для роста тоже огромный. И очень важный график – вот этот, эфир классик к эфиру. ETC, ETH. Почему? Да потому что, смотрите, у него все три года был даун-тренд, нисходящий даун-тренд, который вроде бы был пробит в начале 2020 года, как мы видим. Примерно тогда же, когда и Dash к битку пробивал тренд, но потом все скатилось дальше. И вот сейчас мы должны подтвердить это пробитие. Даже если я не прав, и он не пойдет наверх, то мы как минимум ложное пробитие туда же должны сделать. Но вообще, скорее всего, все пойдет, ребят, слушайте. Тут все закономерно, в рынке работают паттерны, настроение толпы. Сейчас никто не верит, никто не в ракете, вот оно все будет расти, стопудово. Знаете, в рынке всего в две стороны может идти, либо вверх, либо вниз. И вы либо на правильной стороне рынка, либо нет. И вот что я хочу вам сказать, на обычном рынке старайтесь, если вы видите, что поза у вас красная, лучше выходить из нее нахрен пораньше. Понятно, что нет, если у вас есть своя стратегия, и вы плавно догружаетесь, то разговоров нет. Вот как я вытягиваю свой Dash из просадки уже 3 месяца, я знаю, что делаю. Но если вы именно торгуете с плечами, и вам нужно быстро вот здесь и сейчас завтра ворвать, не сидите в просадочных позах, лучше просто выйдите и развернитесь, или присмотрите к другой позе, потому что рынок он в моменте всегда тоже дает. Просто сейчас вот я лично знаю, что он больше даст, если дождаться именно лонгового движения по альтам, чем пытаться ловить каждый Short Swing. Ну и все те же монетки. Вот Stellar тоже за Ripple хорошо пошел, там потенциал огромный. Я даже, просто я уже можно не буду дальше тыкать. Манера тоже уже нам показала, вот что он в канале. Даже Raven Coin сраный, который я уже дико извиняюсь, что так давно всем толкаю набирать, по 200 Сатоши еще набирал и по 100, но сейчас он по 75, это просто подарок, и метит он куда-то на 400-500 Сатоши, видите. Поэтому все, тут не надо быть гением, чтобы видеть тренд, тем более, чтобы видеть истоки нового тренда, а точнее продолжение старого, который был 3 года сбит медвежеским истребителем. Все, ребята, вот такой вот сегодня теханализ. Всех с профитом, кто дождался этого, торгуйте аккуратно, со стопами или с небольшими плечами.